Забайкальская организация Союза архитекторов России обратилась к губернатору края депутатам ЗАГСа Брани с открытым письмом, в котором просит не допустить передачу здания музея декабристов в собственность РПЦ. Документ имеется в распоряжении ЗАПРУ. Напомним, информация о возможной передаче объекта появилась 18 апреля. По мнению авторов письма, эксплуатация здания для совершения религиозных обрядов невозможна по причине пожарной и технической безопасности. Церковь построена из дерева в 1710 году. Перекрытие не могут выдержать больше 15 человек на втором этаже. Также в письме отмечено, что Забайкальский край в национальном туристическом рейтинге находится на весьма слабых и низких позициях, а музей декабристов – это самая яркая звезда на туристической карте Забайкалья. Уничтожение музея нанесет непоправимый ущерб и без того весьма хрупкой туристической привлекательности региона. Отметим, что с 22 апреля, между тем, музей декабристов закрыт по техническим причинам. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложит о результатах предварительного расследования по поводу того, что жильцов из падающего дома в поселке Карымское Забайкальского края не расселяют уже 4 года. Доследственная проверка началась после того, как собственница одной из квартир в аварийном доме рассказала журналистам, что износ этого дома составляет 70%, а креен – около 15%. Фундамент уходит под землю, в квартирах обваливаются потолки, а несколько дней назад обвалился козырек над подъездом, едва не придавив человека. В ответе прокуратуры говорится, что в феврале требования прокурора района удовлетворили и бездействия администрации поселения признали незаконным. Администрацию обязали организовать мониторинг технического состояния многоквартирного дома. Аудитор контрольно-счетной палаты Забайкалья Дмитрий Белоус не смог опротестовать постановление апелляционного суда, который признал законным решение законодательного собрания края о назначении бывшего министра труда Дмитрия Семенова на пост председателя КСП. Ранее сообщалось, что Дмитрий Белоус подал иск в Центральный районный суд Читы к Заксобранию края из-за того, что, по его мнению, бывшего министра труда и соцзащиты населения региона Дмитрия Семенова незаконно назначили главой КСП. По мнению Белоуса, при процедуре были нарушены как его права, так и права группы депутатов, которые внесли на рассмотрение парламента кандидатуру аудиторам. Депутат законодательного собрания Дмитрий Терюханов тогда заявлял, что назначение Семенова на должность председателя КСП нужно для того, чтобы губернатор Забайкалья Осипова и другие представители исполнительной власти региона могли скрывать при помощи человека и своей команды, коим является Семенов, свои нарушения. Контрольно-счетная палата Читы за 23 год выявила 72 финансовых нарушения в деятельности муниципальных организаций, которые причинили бюджету города ущерб на 423 миллиона рублей. При этом после проверок устранено только 23 нарушения на общую сумму в 68,5 миллионов. Это всего 16% от всей суммы нарушений. Об этом сообщили при отчете КСП на комитете по бюджетной политике Думы Читы. Председатель палаты Маргарита Казакова пояснила, что такое небольшое количество устраненных нарушений связано с тем, что большую часть из них уже просто невозможно исправить. Всего за 23 год палата проверила 16 организаций, 8 из которых это структурные органы городской администрации. Анализу подверглись без малого полтора миллиарда рублей бюджетных денег. Так КСП выявило 15 нарушений у театра «Песни танца за Байкалье» на 6 миллионов, нарушения на 1 миллион рублей у МКУ «Городские дороги» при незаконных назначениях премии руководителя самой себе. При озеленении благоустройства аллеи Горького мертвые саженцы деревьев не были заменены подрядчиком по гарантийным обязательствам. Субтитры создавал DimaTorzok